Правильная осенняя подготовка почвы – это залог успеха в будущем сезоне. Именно сейчас у нас есть время выполнить все необходимые работы. Перечислим основные из них. Прежде всего, уделите внимание борьбе с сорняками. Постарайтесь найти время, чтобы удалить их с подготовленных грядок, из цветников и из приствольных кругов. Каждая оставленная в почве небольшая растенница весной принесет массу проблем, так как способна сильно разрастись. Не забывайте про рыхление. Это на первый взгляд несложная процедура на самом деле чрезвычайно важна, ведь она очень эффективна. Во-первых, почва уходит под землю более подготовленной, рыхлой и весной вам будет значительно легче с ней работать. Во-вторых, это надежное средство борьбы с зимующими в почве вредителями, не требующее применения никаких химических средств. Все, что вам нужно, это какая-либо тяпка, либо лопатка. Каким же образом рыхление оказывает воздействие на вредителей? Прежде всего, мы разрушаем ходы, в которых зимуют вредные для наших растений насекомые. Кроме того, разрушение этих ходов ведет к тому, что весной вредители просто не смогут выйти наружу. Однако при рыхлении будьте осторожны. Важно не повредить корни, которые у многих растений находятся почти что у самой поверхности почвы. Разумеется, сейчас самое время внести удобрения. Это могут быть перегной, но прежде всего минеральные фосфорно-калийные удобрения. Вносить азотные минеральные удобрения осенью не стоит. Они могут вызвать ненужный сейчас рост побегов и тем самым сильно навредить растению перед зимой. Вы можете либо развести их в воде, либо разбросать в цветнике или приствольном круге и полить. Наконец, осенью можно внести раскислители, если почва у вас кислая. Ведь большинству растений почва нужна нейтральная. Конечно, нужно учитывать, что многие растения, например, верески, хвойны, составляют исключение. Прекрасным раскислителем являются известняк, доломитовая мука или зола. Кстати, зола также является неплохим естественным фунгицидом и инсектицидом, защищая от многих болезней. Все эти мероприятия обязательно дадут результат весной, когда ваш сад проснется от зимней спячки, а растения тронутся в рост.